ребяточки всем огромный привет вы как всегда на канале семья на чемоданах я вас сегодня приглашаю в очень насыщенный интереснейший выпуск мы сегодня отправляемся из острова самуи в город паттайю нас ждет очень длительное путешествие сколько-то там ночей проведем в пути поэтому смотрите до конца не перематывайте постараемся еще встретить с нашими друзьями ставьте лайкосики пишите комментарии даме рожка как лайки над ставить вот так вот ясно все давайте не подводите на и погнали в новый выпуск ребятки у нас на и прекраснейшие утро мы начинаем сбор вещей сбор вещей все начинается с того что нужно по-быстрому загрузить все наши вещи в тачку заказали уже здесь завтрак нам уже готовят и пока мы все трамбуем в машину завтрак будет готов машина собрана наш прекрасный завтрак готов вроде бы отель и на модели вообще не подходят потому что нужно нормально питаться особенно с детьми но учитывая что у них здесь вот такие классные завтраки у них есть наш любимый суп обычный курица морковка картошка лук они здесь готовят я не знаю кто их этому научил но у них он есть вот мы каждый день ели именно такую красоту каждый день пытались мы в общем и денег здесь оставили в три раза больше на еду чем оставили здесь у них на жилье вообще отель рекомендуем но локацию мы оставим в нашем telegram канале поэтому обязательно подпишитесь если будете на самуи вот прям рекомендуем у них номера не вау но по-крайней мере отношения кухня шикарно и расположение классное возле топового пляжа для детей не рожки самый последний идет на завтрак еле проснулся его вечером как нам в дорогу его хрен уложишь потом хрен поднимешь давай кушай быстрее завтрака и поехали навигатор пишет в 950 прибытия но надеюсь все будет нормально ладно я посмотрим конечно еще и пробочка отлично мы заезжаем на территорию надеюсь нас пустят хотя у нас вот 10 минут до отправления на билете написано что нельзя так за 30 минут надо регистрироваться ладно надеемся все будет хорошо так пока пока пустили вот сюда пустили короче едем прям вообще вот так вот всех вот так вот обгоняя вот так вот сейчас попробуем заезжать прям сразу на паром вон чувак какой-то идет пытаемся чтоб нас пустили кому-то по рации передает что опоздавшие приехали блин есть нас не пусть это будет печаль так вроде все норм не знаю сейчас будем смотреть я тут гоняю как бешеный короче по всем этим он чувак мне машет а все горит залетай сразу залетаем здесь еще кто-то машет я тут как сумасшедший вообще мы реально последний сюда заезжаем у меня аж это все пересохло это же так сейчас грузимся а не не надо так донсак аккуратно очень плавно заезжаем и ребятки у нас это получилось невероятно все оставляем машину и поднимаемся на палубу в каюту здесь стоит паром не такой как вот мы ехали на самуе вообще кстати пусто видимо по этой причине нас и нормально запустили даже опоздавших типа ничего страшно здесь он мягкие сидушки пока здесь посидим или чё или пойдем здесь получается зона с кондиционерами можно прям здесь туда наперед на все отдыхают а мы сейчас голодеж устроим сорян ребята здесь кстати кресло получше их можно разложить и поспать что не было кстати такой функции не там дом бизнес-класс но мы-то теперь не бизнес-класс и мы обычные люди просто у нас есть опция от бизнес-класса того круизного корабля на корабле естественно есть буфетик небольшой можно купить дождик себя заварить кипяток вот что есть небольшой выбор конечно но тем не менее можно купить напитки и чуть погрызть здорово мы отправляемся ребятки самой пока пока до новых встреч я если честно очень влюбился в этот остров я в следующий раз приехал бы в той сюда прям на месяц чтобы просто почилить все мы в путь ребята это верхняя палуба нашего парома здесь сегодня море более-менее вчера штормил и мы даже переживали а получится ли уплыть сегодня вроде пока спокойно хорошо что все-таки утренний море имеет несколько цветов да я пока не знаю я подожди я играю такой здесь шторм нас так трясет он жилеты какие-то плавают здесь над нами прям чайки летают вот она красавица маленькие такие подплываем но так плюс-минус материку и пошел дожди на шторм у нас паром болтает просто трындец дождь это нас так качает самая большая разница между двумя паромами на которой мы плыли на самуи и и самуи это то что вот те паром и они быстрее на полчаса вот как прям пример вот он нас прям догнал и перегоняет уже цена абсолютно одинаковая на местности пойдемте в тачку так мы на месте здесь уже он много кто завелся да 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 ты биби мирочка ходить даже сюда попадали брызги солевые у нас сейчас конники убирают и все и мы поедем потихонечку конники они убирают сами вот все мы поехали мы на материке наша основная цель это естественно паттайя но за одну фотку туда доехать вообще нереально да ну ты чё я умру по пути значит думаем в чем чем хон доехать мы там ночевали помните в таком шатре кто не смотрел выпуске посмотрите туда нам ехать часа три либо сразу стартануть до хуахина ехать семь часов и там уже отдохнуть на два дня сейчас пока будем ехать посмотрим мы остановились на заправке здесь 7-11 где можно купить готовую еду также можно сходить в туалет руки помыть мы здесь уже останавливались когда ехали на самуи поэтому ничего другого искать даже не стали сразу сюда он их можно купить все салаты такие бургеры сосиски не готовы и спагетти и короче куча всего поэтому мы тоже берем то что уже нам понравилось то и кушаем и дальше едем пока едем уже забронировали себе жилье то самое если помните шатер да вот там же и остановимся погода шепчет вообще не знают таиланд просто бесконечно ломается что происходит не знаю за последний час ничего не изменилось только все ухудшилось а вы видите какая погода просто ужас и хотел рассказать что здесь дурианы прикиньте продаются нам 70 километров осталось до чем фона и здесь дурианы продаются за 80 20 килограмм это просто это вообще огонь цена вот пушка но у нас идет ли даже не выйти а его надо есть сразу на улице чтобы как раз вот поймать нотку вот этого потрясающего сливочного вкуса не вот это вот что вот этот интернете все пишет понимаете надо свежак обязательно поэтому едем дальше мы тут представляете искали пальму точнее пляж с такой длиннющий длиннющий пальмой а в итоге нашли вот такой вот храм его достраивают круто очень смотрится это прям возле места где мы сейчас будем ночевать мы приехали ура доехали она и была сынок вот безусловно есть места которые всегда хочется возвращаться еще здесь такая хозяйка уже нам пахнет все наша парковочка перешка постарай памяти сразу побежал на детскую площадку мы пока ждем оформление что-то не нашу броню могут найти все у нас заселили на этот раз мы живем не в палатке мы живем просто в номере ну так вот забронили мы чисто на ночлег сейчас будем смотреть что там и как сразу за так сказать room tour залетаем так о сколько кушеток в общем у нельзя сделано все вот в таком деревянно-бетонном стиле что шатры обязательно гляньте предыдущий выпуск когда мы здесь остановились когда мы только ехали на пхукет вот но здесь по сути вот очень уютно белье все новое все чисто все классно прям потрясающее место здесь также отодвигается слайд и попадаем ванну комнату и в туалет вот так это все выглядит но вот смотрите стоимость вот этого жилья учитывая что мы живем на первой линии от моря здесь прекраснейший пляж есть бассейн здесь могут готовить собственно мы сейчас будем и ужинать у нее здесь и завтракать и шатры есть вот такие номера и вот мы сейчас заплатили 700 бат за сутки но классная же цена согласны и плюс вот дети выбежали все они там на территории гуляют он комар только летает надо выгнать отсюда как уж комар если не повезло нам с погодой то что дождик все равно моросит но мы решили на море все-таки сходить ну что здесь действительно классный пляж еще так атмосферный проход в пальмовой рощи вещи говорят знают посмотрите какая здесь красота вот там вот уже море видите роща так это цикл о беге вот та самая тропинка через которым попадаем к морю эти высоченные тонкие пальмы знаю вот это вот просто с картинки давай давай крабика мирочка молодец ну и вот он совершенно безлюдный и потрясающий пляж да здесь прям штормила конкретно деревья упали вон их трактор убирает политика креста но покупаться все равно не получится потому что цвет воды в общем гляньте выпуск оставлю ссылку в описании наш ужин мы сейчас быстро ужинаем идем спать и едем дальше у нас потрясающее доброе утро мы быстро собрались позавтракали погода шепчет и отправляемся дальше в путь ребятки локацию этого места я оставлю в телеграм канале кто будет также на машине ехать обязательно к посещению вообще к стоянке на несколько дней вот мой штурман готов мирошка все let's go поехали прощай прекрасное место ехать нам 4 часа следующая ночевка в хуахине нас продолжает радовать прекрасная погода шикарно заехали мы заправились а теперь заезжаем снова на заправку потому что здесь на заправке есть магазик 7-eleven еду традиционно а еще в хуахине мы забронили квартиру но оплата с карты что-то не хочет проходить и там есть такой способ оплаты представляете как оплатить в магазине ты прям выбираешь либо 7-eleven либо лотус там различные варианты есть и вот мы хотим попробовать этот способ то есть подходишь на козу подходишь на кассу даешь штрих-код у тебя деньги как-то списываются с твоей карты а потом что дальше я не знаю вот и хочется попробовать как это работает и вообще работает или так показала штрих-код вот что-то вылазит она у меня утащила информация но кредит карта по карте нельзя платить поэтому сейчас быстро здесь есть банкомат снимаю денег и ну им короче нужно только не знаю с чем это связано но вот как есть отдали мне вот такой чек ну сейчас дальше будем разбираться как это все работает вот смотрите вот все оплата прошла сразу приходит подтверждено насколько же это удобно что даже если у вас не работает карта вы просто выбираете оплата в магазине приходите в магаз оплачиваете наличкой наликом единственное что нужно это сделать ну красота же есть же все отлично едем заселяться мы много чего видели из статуй особенно статуи золотого буты полу петух полу цапля такое первый раз подъехали мы в комплекс где мы в хуахине прожили до почти месяц но не для того чтобы заселиться в этот комплекс а мы просто ждем информацию по нашему бронированию вот прикиньте минус какой если на rnb например все отстроено четко то на этом сервисе ничего не четко потому что мы денег заплатили все забронили бронирование подтверждено а инструкции по заселению нету а как заселяться в кондо непонятно и вот звоним в техподдержку русской отсутствует техподдержка временно отсутствует ну на ломаном английском пообщались вроде сказали должны помочь решите перезвонят нам по крайней мере в приложении уже тоже написали что мы стараемся вам помочь как можно быстрее в общем ждем в общем мы слышали сейчас русскую речь и самое что вот интересно это то что не за чудо какое-то что они начали работать то есть вот русскоговорящий оператор начал работать только сегодняшнего дня я его то спрашиваю грудок там недоступно грида дело в том что мы только сегодняшнего дня начали работать деньги вернули на баланс нам закинули можно было банковским переводом но это зачем есть нам все равно отбронировать вот сейчас найдем теперь новое наверное теперь уже не на две ночи все-таки на одну ночь приехали мы заселиться в отель чисто на одну ночку и говорится я думаю что он как всегда с отелем не повезет не будет это какого-то хорошего номера но это не точно очень смущает вот эта надпись вип это вип-отельность насчет не понимаешь как вейпи номер мы заедем вот это будет кайф он зато басик пацаны есть бабочка мы не пойдем него сразу сходу room tour обычный просторный достаточно номер белое пассеянное белье здесь что-то столики если он у нас выход и точнее на балкон вот мирошка уже сразу кому-то звонит правильно мирошка иду заказываю номер и большие кровати поместимся уместимся телевизор не знаю с интернетом нет чайник наверное вип это то что водичка в стекле но это не точно это я это белые полотенчики это шкаф душевая комната душ на горячая вода есть раковина вот это чисто для себя за фиксация туалет все ничего обычного приехали мы на один из любимых пляжей наших в хохине я был купаться давай сынок давай беги здесь по-прежнему классно супер там он серферы катают сегодня волна там прям хорошая много их воде на этом любимом нашем пляже естественно мы решили взять доску потому что когда мы еще покатаемся все мирошка играй отправляем настенку в путь давай шагай пойдем я помогу тебе самое это заходить конечно волну ой 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 давай там такая волна station вставай ложись скорее успеешь давай гиби вставай короче все перевернула давай 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 ложись я закачу ой 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 размотала короче я даже найти не смогла волны мощные они сносят вообще не знаю получится ли у славяна встать но это вообще я еще из камеры да и славяна снять и сама не знаю идет греби 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 touches Ну-ка, Славик, давай, ну вставай, давай, вставай, 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 о, погнали, погнали, молодец, ай, не молодец, чуть-чуть не успел. А, Мироша, серфер, о, 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 тюф. Ну, Мироша, как ты на серфинге поедешь? На лбу отпечатались очки у нас. Не, не поднимай, сейчас папа веревочку поменяет, а то она почему-то с нас спадает. Вот, вот, вот. А-а-а, почти-почти встала. Молодец. Ну что может быть лучше серфа, я не знаю, такие эмоции, а. Мироха поразнали, у-у-у. И папа, чтоб доска не уплыла с Мирошей. Привязана к ноге. Вставай, вставай. Давай, давай, вон Родик едет, смотри, Родик едет. Вставай, 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 вставай. встретили подружку парни все едем едем в гости налепил себе это заехали в гости к ребятам они живут в таком комплексе смотрите первый этаж вот это вот это все двухэтажные квартиры там так огромная гостиницу самый прикол в том то что у каждой квартиры свой собственный выход в бассейн у них вот эти лесенки стоят вообще прикольно спускаешься такой длиннющий бассейн а там всякий аквапарк для детей с балкона бомбочка можно прыгать у нас еще в хуахине есть еще один любимый пляж на котором мы сегодня с утра перед дальней дорогой приехали покупать сейчас друзья подъедут заодно им этот пляж покажем вообще он в простонародье называется военный но на карте вы его военный не найдете а точную локацию мы просто ставим нашим телеграм-канале заходим забираем локацию гугл-картах и сюда приезжаем мы подписываемся на телеграм-канал дали множество правильно очень классный пляж мы сюда всегда приезжали здесь ощущение было волны а сегодня здесь волной ну видимость вот что как раз эти все непогоды были поэтому и немножечко штормит но здесь за счет потрясающий пляж видимо изменилось течение вода прям холодная он парни побежали сразу встречать все все в сборе шикарно накупались отдохнули наигрались на пинались футбол и все отправляемся дальше в паттайю поехать нам триста сорок километров почти пять часов чё скажете парни поехали все мы выехали предстоит не близкий путь но мы это сделаем и едем я говорю на стенке может заедем сразу воду наберем у нас три канистры мы таскаем все путешествие по таиланду эти все три месяца с собой эти канистры на стенке зачем гри там день наберем я говорю ну да точно зачем они нам сейчас нужны и евро врата то что ты просто едешь а в душе то ты ван лайфер если есть возможность набрать воду надо набрать мы выскочили на скоростную трассу и теперь просто едем едем надо будет пересечь банкок и прямиком на баттаю нам осталось 3 часа 50 минут ехать 297 километров делаем первую остановку заехали вот торговый центр для того чтобы нам перекусить думали поесть в 7-11 в итоге что-то все семьи решили что а давайте в кефисишки тем более в кефиси мы вообще ни разу не ели в таиланде в этом сейчас заодно заценим местные и писи нашли поесть называется дядя залипли автоматы я думаю ничего страшно пусть немножко это разомнуться ничего парни как вам здоровое питание вкусно давайте приятного аппетита по вкусу это хоть вкусно прекрасно можете даже ничего не писать нам сыты и довольны едем дальше ура первый платник это мы заезжаем банков начинается и началось цикл оба здесь дают просто карту и потом на выезде надо будет замашлять забронили апартаменты действуем по той же схеме будем платить через 7-11 нам понравилось правда тогда было не всем удачно здесь в этот раз все получится доехали мы до пункта оплаты то есть сколько километров мы ехали здесь в бангкок немали немного пригорода вот теперь у нас зеленый это кэш синие дорожки это у кого есть специальные карты вот я правда единственное не знаю а может быть нам все таки по вот этой карте надо транзит карте ехать смотри вот транзит карт ладно стоим в кэш там посмотрим если что как тогда нас развернут жопы покорячимся помогут нам там что делать подобрались мы к окошку я посмотрим сколько будет стоить и все ли мы правильно делаем 120 бат всего нити галоком все проехали кабунгкап но это очень круто учитывая что мы весь бангкок вообще проскочили просто на скорости по скоростному автобану это еще понты заскочили быстро на заправку оплатили жилье но и все можно дальше двигаться теперь точно следующая остановка потаять нам осталось ехать буквально там минут сорок наверно пункт взимания платы нам снова дали карточку сейчас оплачу по моему это все это вот перед самим городом пытая уже моем последний платник родные места мы на местности мы приехали наш ночной рынок да дети рада сейчас пойдем ужинать потом будем заселяться и уже в следующем выпуске я вам покажу какую квартиру мы арендовали там на несколько дней такой у нас выпуск получился достаточно непростой да путь достаточно длинный но мне кажется прикольный заряжайте лайкосики пишите комментарии увидимся уже с вами в новом выпуске не забудьте подписываться наши социальные сети везде ссылки в описании пока это мой чипок не забудьте подписаться на рынок не забудьте подписаться на рынок а и